МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И даже кабинет помощи в отказе от курения. Помимо этого, в плане класс школы здоровья, комната забора анализов, обновленные отделения стоматологии и терапии. Депутат МОС облдума Дмитрий Голубков в ходе рабочей поездки проверил, как обстоят дела на данный момент. Реконструкция уже у нас находится на финишной стадии. В декабре будет объект сдан. И сейчас мы прошли, посмотрели, там высокая степень готовности. Что касается строительства нового корпуса, то мы тоже видим, что работа идет полным ходом. Мобилизация высокая на объекте. Степень готовности выходит уже строители на внутренние сети, внутренние разводки. А вот новое здание в эксплуатацию введут позднее, по плану в апреле 2020 года. Проектируемый блок предусматривает отделение терапии, хирургии, функциональной диагностики и консультативно-амбулаторного приема узких специалистов, а также отделение лучевой диагностики и стационары. В новом корпусе мы хотим развивать стационарозамещающие технологии. Что это? Там будут открыты койки дневного стационара по разнообразным профилям, начиная от терапии, неврологии, офтальмологии и другие, которые необходимы для жителей нашего района. Напомним, что проектом предусмотрена реконструкция четырехэтажного здания поликлиники и пристройка шестиэтажного корпуса. Общая площадь здания после завершения всех строительных работ составит более 11 тысяч квадратных метров, за счет которых проходимость пациентов увеличится в несколько раз. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Денцова».